Мне не нужно чего-то узнавать, чтобы сюда прийти. У меня есть конституция, 31-я стране, я вберу и выхожу. Я же не устраиваю. Вся Россия, которая сейчас происходит. Мы живем в кризисе, третий год у нас падает экономика, с дебной схемы летит. Там сидят люди, и я не понимаю, что они делают на охотном ряду. Здесь сидит человек, у нас происходят военные интервенции по всему миру. Мы развязываем войны, торгаемся какие-то конферкты, вместо того, чтобы заниматься своими проблемами. У нас есть сумасшедшие Меркушкин в Костронской области, у нас кайзер, вся единая Россия стоит из криминогенных элементов каких-то. Меня просто к ней устраивает уже. Можешь вопрос? А где Сталны? Что? Где Сталны? Вам не качество страны? Систер-джерналистов 75. А где Сталны? Сталны? Вот стиль. Ну вот если чуть-чуть дальше пройти, все окружили Манежную площадь, закрыли, и большинство людей пошли на Красную площадь. Там стоят по Каминно-Пожаровскому, по Мавзолее, на Васильевском спуске. Просто сейчас еще все разразмены и не знают, кто куда пойдет. Но я думаю, сейчас потянутся люди. Скажите, а какие представители представят себя или в Казахстане? Ну мне Глеб, мне 18 лет. Я пришел сюда выразить политический протест, потому что я не согласен с Российской действительностью. Как вы будете это считать? Как вы будете показывать и после происходить? Поживем, увидим, сейчас посмотрим, может кто-нибудь подойдет. Если людей больше доберется, может быть, все вместе устроим. Хорошо. А с чем вы уже не согласны? Я не согласен с произволом, который происходит здесь. Вы понимаете, просто когда человек неправоверно осуждает, неправоверно задерживает, инкриминирует 282-ю статью, часть 1-ю, то мне очень хочется. Скажите, а кто организатор? Организатор? Организатор, источник власти в этом государстве, суверенной и российской правой. Ну а непосредственный организатор, центр принятия решений. К сожалению, вопрос не ко мне. Но не вы. Что происходит? Здесь происходит исполнение статьи 31 Конституции Российской Федерации. Мы собрались мирно, без оружия, побеседовать, погулять, посмотреть, как мы сейчас космонавты подтянутся и будем их задерживать. А кто это мы? Да, люди. Это он? Суверенный народ. Что? Какие у вас требования? Требования? Достаточно простые. Ну, например, провести иллюстрацию. Второй это отставка Дмитрия Анатольевича Медведева. Третьей это реформы по типу Косыгинских. Вот что-нибудь такое. И вообще, это реальное оживление российской экономики. Это все, что нужно покаживать. Ну и естественно, это оправдание узников, которые были задержаны 26 марта. Никого нет. И конечно же расследование насилия полицейских, которое тоже было 26 марта. Вы задержали не выйти сегодня? Нет. А за что меня задержать? Я еще ничего не сделал. Пока ничего не сделал. А собираешься сделать? Живем увидим, как говоришь. А вы говорите, мы пришли, вас много, тут сложно вычленить из толпы. Человек 300-400, думаю. Сейчас потянутся еще люди. Мы думаем. 300-400 человек. Пока что. Нет, сейчас здесь 300-400 человек. Подойдет еще на человек 200-300 может быть. Да, но сейчас же разрознены. Сейчас тем более... Уже есть 13.00? Если есть час, то сейчас же начнутся прогулки новой оппозиции. Сюда подойдет Марк Кальперин, Вячеслав Мальцев. И у них примерно тоже будет 10 человек. Ох, давайте ведем крепостное право, ай! Давайте ведем. Хорошо ж буль, да? Вот видите, я же говорил то, что, в принципе, потянутся права камера. Это, знаете, да, оперативные сотрудники. Если сейчас потянутся народ, может, подстанутся жёночным пикетом. Может, сейчас будут какие-нибудь кричевки, кричалки. Возможно, сейчас пройдем, если здесь, назначат окружать. Давайте ведем крепостное право. Если потянутся люди, то, возможно, пройдем в сторону Васильевской, по Красной площади. И потом зайдем, может быть, на мемориал Немцова. По Тверской пройдем, как тогда, на Кушкинской площади. Хоть памятник Кушкину закрыт. Но пока сердца от этой части живем, пока свобода и грим, мой друг очевиден. Души прекрасные порывы. Спасибо. Это будет хорошо. А потом придет, Стань, гораздо больше. Я учусь в школе. Как придет, правда, придет. Пока что. Одиннадцатый. Заметь. Одиннадцатый. 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 Баш그래ин. Да. А какие все языки в школе? Горин, ну конечно же, воздействие административного ресурса присутствует. вызывали не раз директору по воспитательной части к психологу к директору проводят беседы если вы знаете то выдавал уже алексей наклейки в москве я на портфель приклеил всячески пытались подрать наклейки проводить различные агентационные беседы но я стараюсь на них не поддаваться конечно у нас критически мало интересует политика принимать наклассники а вы принимали участие вот что марта я была даже бума на марш-пайте 26 февраля везде были задержания на что марки меня отпустили из протокола благодаря воды под вас чтобы я был задержан протоколом 20.265 приговорили подчеркнули за день в битву поддержка резьбу в москве и приняли на варежную на протоколе я прошел его к микрофлоте я коробок дом навсё Иди домой! Я сказал, что ты иди домой! Я не буду! Что ты сюда пришел? Для чего? А ты зачем? Полиция! Я пришел! Полиция! Провокатор! Убрать его! Что сюда пришел? Полиция! Убрать провокатора! Вы убили! Я пришел! Полиция! 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 Давайте я пройду! Ребята, он провокирован! Куртки заберите его! Провокатор подошел! А что он делал? Мы не о том, что появились! Тем неудачно! Вправляем! Там провокация! Романтическая! Зачем снимаем! Вправляем! Вправляем! Задержали Глеба, и человека, который представился Глебом, и человека, который спрашивал о том, что он пришел. Все, к сожалению, мне нужно возвращаться в редакцию.